История Легендарный маршал Жуков Георгий Константинович Жуков Один из величайших советских полководцев Маршал Советского Союза Четырежды Герой Советского Союза И кавалер двух орденов Победы Он был удостоен множества и других Советских иностранных орденов и медалей А после военные годы Получил народное прозвище звания Маршал Победы Известно много книг и кинофильмов Посвященных жизни великого полководца Написано много портретов Тем не менее Маршал Жуков Загадка великой тайны Русской истории 20 века Зная внешнюю сторону жизни Практически невозможно проникнуть Во внутренний мир великого полководца И завесу неизвестности Слегка приоткрывают Любимые песни Георгия Константиновича В связи с этим и возник Наш музыкальный проект Состоящий из любимых песен Стратега Победы Расцветали яблони и груши Поплыли туманы над рекой Выходила на берег Катюша На высокий берег на крутой Выходила песню за водой Про степного сезарного Про того, которого любила Про того, чьи письма берегла Про того, которого любила Про того, чьи письма берегла Прозвучала одна из любимых песен Маршала Жукова Которая, несомненно, была одной Из самых популярных песен войны Но и сегодня ее знает И поет каждый из нас Интересно, что песня Катюша была написана Еще до Великой Отечественной войны Известным мастером Песенником, композитором Матвеем Блантером И поэтом Михаилом Исаковским А вот популярность Эта песня получила Только в суровые годы войны Итак Друзья песни Маршала Жукова Героя Советского Союза Какие они Как он их Эти песни Выбирал для себя Да по известной пословице Скажи мне, кто твой друг И я скажу тебе Кто ты Друзья песни Жукова Они красивые Величественны Патриотичны Мужественны А главное В них Светится любовь К русскому народу Вот поэтому Георгий Константинович Так любил Народные песни Одна из них Сейчас и прозвучит В обработке Ивана Паницкого Ой да ты Калинушка Ивана Паницкая Ивана Паницкая Родился будущий маршал Жуков В деревеньке Стрелковке Что в Калужской губернии Семья состояла из четырех человек Родители Сын и дочь Жили в небольшом доме С одной комнатой Двумя окнами Отец был собожником Мать занималась Христианским трудом И с ранних лет Жуков Мальчишкой Помогал по хозяйству И на сенокосе И на жатве Нелегкая жизнь Уже тогда закалила Жукова Приучила преодолевать трудности А среди ребят Он пользовался Непререкаемым авторитетом Три класса Церковно-приходской школы Он окончил с отличием Затем он отправляется в Москву Где он стал подмастерьем И там же, учась, получает Аттестат зрелости Когда началась Первая мировая война Георгия призывает в имперскую армию И отправляет в кавалерийский полк Где он сразу же становится офицером Во время службы Жуков совершил ряд подвигов В том числе захватил в одиночку Немецкого офицера За это будущий полководец Был награжден Георгиевским крестом Во время гражданской войны Георгий Жуков примкнул Красной армии И с этого времени Начинается его славная Военная карьера полководца В двадцать первом году Жуков вновь и отличился Сумев подавить своим эскадроном Мятеж, несмотря на значительно Превосходящие силы противника За это он был удостоен Ордена Красного Знамени В боях на Халхинголе С японской армией В тридцать девятом году Он уже был командующим Целой армии И эта армия Держала верх над врагом Имеющим численное превосходство Георгий Жуков После этой победы Стал героем Советского Союза И следом ему было присвоено Звание генерал армии В суровые годы Великой Отечественной войны У русского народа Родилось много песен Они воспевали родину Воспитывали ненависть к рогу Мужество, отвагу, боевую дружбу Все то, что помогало Преодолеть военные трудности В 1943 году На фронт прилетела песня Огонек Ставшая одной из любимых песен Маршала Жукова Поэтический образ огонька На окошке превратился В огромный вдохновляющий символ Не погас наш огонек Никогда не погаснет Эта песня Еще одной неразрывной нитью Скрепила фронт и тыл На позиции девушка Провожала бойца Темной ночью простила сон На ступеньках крыльца И пока на доманови Видеть мог море На окошке на дичьем Все горит огнем Парня встретила дружная Родовая семья Сюда были товарищи Сюда были друзья Парня встретила дружная Парня Где ж ты, девушка милая Где ж ты, мой огонь И становится радостно На душе у бойца От такого, ольхорошего От ее песенца И вот он, ой в тебя Кричьем в л�хохе Эта песня За советскую кровь Родовая зона И вот он, ой в твихо Кричем море за светскую родину, за родной огонем. Впереди Жукова ждала Великое Отечественное. В те страшные годы раскрылся талант великого маршала. Его имя стало нарицательным, как имена Кутузова и Суворова. Он отдал всего себя этой войне, а о его работоспособности ходили легенды. Он 11 суток не смыкал глаз, когда фашисты рвались к Москве. Лишь когда натиск ослаб и дивизия захватчиков откатилась, он позволил себе чуть-чуть расслабиться. Когда он лег спать, его не смогли разбудить даже вестью о звонке Сталина. Однако последний не расстроился, поскольку понимал, какую работу проделал Жуков и как он смертельно устал. Темная ночь Только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тихо звезды мерцают. В темную ночь Ты, любимая, знаю, не спишь И у детской кроватки тайко Ты слезу утираешь Как я люблю Глубину твоих ласковых глаз Как я хочу К ним прижаться сейчас Глубами Темная ночь Разделяет Любимая нас И тревожная черная степь Пролегла между нами Верю в тебя В дорогую подругу мою Эта вера от пули меня Темной ночью хранила Радостно мне Я спокоен В смертельном бою Знаю, встретишь с любовью меня Чтоб со мной не случилось Смерть не страшна Смерть не страшна С ней не раз мы Встречались в степи И вот и теперь Надо мною она Кружится Ты меня ждешь И у детской кроватки не спишь И поэтому И поэтому Знаю Со мной Ничего Не случится Во время войны Авторитет Авторитет маршала Жукова И в армии И в народе Был Беспрецедентен Сам Сталин Во время войны Объявлял 41 раз Жукову Благодарность Его любили Боялись И Боготворили Одновременно А вот Трагические События Блокады Ленинграда Длилась она 871 День Георгий Константинович Был направлен в Ленинград Критическое Для города Время Ленинград Был в кольце Блокады Враг Упорно рвался Городу Ведь ему Оставалось пройти Порядка 10 Километров И благодаря Умелому Энергичному Твердому Руководству Маршала Войсками Ленинградского И Волховского Фронтов Жукову Противник Был остановлен На подступах К Ленинграду Первым Из советских Военачальников Годы Великой Отечественной Войны Жуков одержал победу В оборонительной Операции Жесткость Жукова За которую его Частенько критиковали В этой ситуации Казалось Как нельзя кстати Он Воплотил в жизнь Знаменитый призыв Не шагу Назад И это Дало плоды Под угрозой Крайних мер Бойцы Перестали Отступать И покидать Позиции Без приказа И конечно же Здесь Надо Вспомнить О песне Которая Так полюбилась В эти суровые Годы войны И в тылу И на фронте Особенно На Волховском Фронте Я говорю О песне Синий Платочек Исполнила Эту песню Легендарная Певица Клавдия Ивана Шульженко Которая Часто Выезжала С концертными Бригадами На передовые Фронтов И которую Слушал Сам Маршал Жуков Песня Синенький скромный Платочек Падал с запущенных плеч Ты говорила, что не забудешь Ласковых радостных встреч Порой ночной Мы распрощались с тобой Нет больше ночи, где же план ночи Милых желаний одной Письма твои получая Слышу я голос родной И между стручек синий платочек Снова стоят предо мной И мне не раз Снились пред утренний час Пудри полбочки, сырочки, искорки девичьих глаз Пудри полбочки, сырочки, искорки девичьих глаз А вот интересный факт из жизни великого полководца Его всегда интересовал один музыкальный инструмент Баян До войны Жуков не умел играть ни на баяне, ни на каком-либо другом музыкальном инструменте Да и нотной грамоты он не знал Но баян его заинтересовал И вот до войны 41-го года Георгий Константинович за год под руководством красноармейца Ивана Усанова Научился играть свои любимые русские народные песни По диким степям Забайкалья и степь да степь кругом По воспоминаниям дочери маршала Георгия Константиновича Он многие песни подбирал сам на слух Конечно же свои любимые русские народные песни В этом увлечении своего легендарного отца Его дочь усматривала отголоски его деревенской жизни Сыпь тальянка звонко, сыпь тальянка смело Вспомнить, что и юность Ту, что пролетела Не шуми осином, не пыли дорога Пусть несется песня к милой до порога Пусть она услышит, пусть она поплачет Ей чужая юность Ничего не значит Ну а если значит Проживет не мучась Где ж ты, моя радость Где ж ты, моя участь Где ж ты, моя участь И еще несколько воспоминаний дочери Жукова Папа вообще любил все русское, вспоминала дочь полководца Когда концерт начинался с произведений композиторов других стран Он говорил неизменно У нас разве нет своих композиторов? Он не был против иностранцев Но считал, что в начале концерта Должна звучать русская музыка Очень любил произведения Михаила Глинки И Петра Чайковского Ходил на русские оперы А вот песни В исполнении прославленного русского баса Бориса Штоколова Были особо любимы отцом И одна из этих песен Дороги Анатолия Новикова Дороги Анатолия Новикова Дороги Анатолия Новикова Холода тревоги До степной бурья Знать не можешь Дороги Анатолия Новикова Может крылья сложишь Посреди степей Плывется пыль под сапогами, степями, полями, А вокруг бушует пламя на поле свистя. Эх, дороги, пыль да туман, Холода тревоги, как степной буря. Выстрел грянет, бором кружит, Твой дружок в буряне неживой лежит. По дорогам дальше мчится, Пыльится, клубится, А под ней земля дымится, Чужая земля. Эх, дороги, пыль да туман, Холода тревоги, как степной буря. Край сосновый солнце встает, У крыльца родного Мать-сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями, Все гнетят посредь за нами Родные глаза. Эх, дороги, пыль да туман, Холода тревоги, как степной буря. Снег ли ветер, вспомним, друзья? Нам дороги эти Дружба на войне. Говорят, что те, кто нашел друга на войне, Знают цену этой дружбы И умеют умереть за друга. Просто другом на войне Может стать только тот боец, В котором ты на сто процентов уверен. После войны, Когда маршал Жуков Оказался у Сталина в немилости, Пострадали люди, близкие к маршалу, Его друзья. Почему так получилось? НКВД многие годы Собирал на Жукова компромат. Хотели получить от его друзей И однополчан, порочащую Жукова информацию. Ее из арестованных выбивали жестокими методами. Некоторые люди сломались. Был арестован и генерал Владимир Крюков, С которым маршал служил еще в Белоруссии. Пострадала и жена Крюкова, Знаменитая народная певица, Лидия Русланова. Во время войны она не раз приезжала на фронт В составе концертных бригад. И там Лидия Андреевна Русланова И познакомилась с прославленным полководцем Георгием Жуковым. Их семьи крепко дружили. Жуков любил народные песни И уважал всенародно любимую певунью Лидию Русланову, Особенно ее знаменитые валенки. Лидия Русланова Лидия Русланова Есть такое крылатое выражение, Когда говорят пушки, Музы молчат. Но в годы Великой Отечественной войны Музы не молчали. Ни одна армия в мире Не имела такой силы, Как наше искусство, Наша литература. И, конечно, наша песня, Говорил легендарный маршал Жуков. С первого дня Великой Отечественной войны До победного праздничного салюта Песня всегда была солдатом. Она верный друг. Она не покидала фронтовика В минуты грусти. Она помогала ему преодолевать трудности И лишения фронтовой жизни. Поднимала боевой дух воинов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полководческий талант Георгия Константиновича Жукова Проявился в ряде важнейших сражений В истории Великой Отечественной войны. Битва на Курской дуге. Где одержанная победа Имела и большой моральный смысл. После этой битвы Наша армия Стала одерживать победу за победой. Сталинградская битва. Операция Багратион, Когда в 1944 году Произошло полное освобождение Белоруссии И Жуков являлся главным координатором этой операции. И, наконец, Берлинская наступательная операция. Это, пожалуй, Самый главный триумф Всей карьеры полководца Жукова. Как апогей, Его подпись над подписью Фельдмаршала Кейтеля В акте О безоговорочной капитуляции Третьего рейха. Битва за Берлин Была настолько кровопролитная, Обе стороны стояли насмерть. В итоге жесточайшего сражения Упорное сопротивление армии Вермахта Было сломлено Первым Белорусским фронтом. И Жуков официально стал Маршалом Победы. Великая Отечественная война Была окончена. И вот пришел Долгожданный день Победы. Люди заполняли Улицы и площади. Они смеялись и плакали, Обнимались, пели, Пели свои любимые песни. И над звенящим праздником Салюта, оркестра, хоров, То тут, то там Взлетали песни Победы. Ехал я из Берлина По дороге прямой На попутных машинах Ехал с фронта домой Ехал мимо Варшавы Ехал мимо Орла Видали, лучше нашей земли Наше солнышко краше И скажу, не дает Лучше девушек наших Нет на свете, друзья Не встречай, А крепче обнимай Шарочку хмельную Покрепче наливай За бескрайние ночи За родную страну Казакарие ночи Я ходил на войну Выцветите пешенее Золотые края Ты целуй, кричи, дорогая моя Ты встречай, с победой поздравляй Белыми руками Покрепче обнимай Невозможно переоценить роль Маршала Советского Союза Георгия Жукова Он навсегда останется Народным героем Национальным достоянием Нашей страны Великий полководец Он живет как в памяти всей страны Так и в сердцах Его близких и друзей Они бережно хранят Его портреты и фотографии Личные вещи И даже, даже его любимый баян На котором в такие редкие минуты отдыха Так любил играть и петь свои песни Маршал Жуков Сегодня, всматриваясь В эти старые военные фотографии На которых запечатлены важные моменты жизни Жукова Мы понимаем, как они важны для потомков легендарного маршала Для нас с вами Ведь это бесценное наследие нашим внукам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok